Вопросы Один из самых главных вопросов, который человек вообще на протяжении жизни себе задаёт, это зачем я здесь и кто я такой. И не имея ответа на этот вопрос, человек, он не живёт, он существует. И если человек хочет что-то изменить в окружающем мире, сделать этот мир лучше, то не понимая то же, что это есть на самом деле, сделать будет невозможным. Вопросы самоопределения, они особо важны в жизни человека. Как понять, кто я такой? Есть много разных методик, позволяющих человеку разобраться в себе, поковыряться, но нет ничего лучше старой доброй саморефлексии. Сесть наедине с самим собой и подумать, какие вещи мне нравятся, что мне не нравится, какой я себе нравлюсь. Смотрю на свои фотографии или на какие-то видеозаписи, вспоминаю какие-то ситуации, где я нравлюсь себе, где я не нравлюсь себе. И отсюда понимаю, какой я, каким меня видят окружающие люди. И собрав вот такой более-менее цельный образ себя, можно задать себе следующий вопрос. Чего же я хочу? И ради чего я общаюсь с людьми? Ради чего я хожу в университет, на работу? Встречаюсь с друзьями? Ради чего? И для того, чтобы понять, собственно, ради чего, нужно понимать, чего хочется достичь лет через 10, через 15. Представить себя супер-мега счастливым в некоторой идеальной ситуации через 10, через 15 лет. Прочувствовать, что вы делаете за миром, за самого себя, как вы воздействуете на окружающих людей. И побыть в этом состоянии чрезвычайно важно. И это не так сложно. Достаточно просто помечтать. Потому что, как многие люди живут, это называется на уровне автоматизма. Мы особо не задумываясь над тем, что мы делаем. Мы просто идем, мы просто водим машину, мы едим, особо не чувствуя вкуса еды. Так же и со своей собственной жизнью. Мы не особо понимаем, ради чего мы все делаем. И вот это представление самого себя через 10-15 лет, оно дает человеку ощущение собственной важности. Того идеального себя, того фантазийного себя, от которого самому человеку стало бы радостно и круто. Вот какой я замечательный. И от этого образа себя идеального можно потихонечку пытаться вернуть себя в сегодняшний день. И понять, что для того, чтобы быть вот таким мной идеальным, таким мной фантазийным через 10 лет, уже сейчас я могу вести себя каким-то определенным образом. Очень хочется избегать таких слов, как должен, необходимо. Потому что никто никому ничего не должен. И единственный человек, кому мы что-то должны, это, да, это мы сами. И если человеку хочется, чтобы через 10 лет этот фантазийный я смотрел на тебя в зеркало, то будь добр, само определись сегодня. Как это сделать? Сделать это не так уж и сложно. Есть определенные техники, как уже было сказано. И одна из этих техник очень классно помогает человеку понять свою функцию глобальную. Просто сесть и 10 раз написать ответ на вопрос «Кто я?». А потом эти ответы прочитать минут через 20 и подумать, что же все это значит. Или обратиться к профессионалу. Продолжение следует...